26 казанов и десятки килограммов риса. Кулинарный конкурс проходит прямо под открытым небом. Здесь готовят самые разные виды плова. Бухарский, андижанский, сайрамский. По словам Махмуджана Умарова, фестиваль – замечательный повод собраться вместе. Встретить старых друзей и отлично провести время. Ведь далеко не все участники – профессиональные ушпазы. В этом году Махмуджан Ака намерен удивить жюри блюдом под названием «Первая любовь». Здесь все вкусы – и сладкий, и кислый. Все вкусы радуги получаются у нас. Рецепт плова никто не может сказать. Он может быть… Самое главное с любовью готовить. Когда слезы идут, когда радость на лице, когда люди, которые кушают, получают удовольствие – вот это и есть любовь. Понимаете? Перепелиные яйца, нохат, чеснок и гранат. У каждого мастера свой рецепт. Все же есть обязательные продукты – это рис, морковь и мясо. В этом году традиционное среднеазиатское блюдо готовят и самые юные повара. Членам жюри, которые оценивали порции восточного шедевра, пришлось нелегко. Мы отбирали по нескольким критериям. Плов должен был быть вкусным и красиво украшенным. Участники постарались на славу. Ответность ароматного блюда собираются многие шумкенцы. Для них накрыли богатые дастарханы. Попробовать оригинальные блюда мог каждый желающий. Я попробовала уже несколько видов плова, но я понимаю, что больше я не могу. В целом сам вкус очень разный. Невероятный просто какой-то взрыв происходит, когда ты пробуешь тот или иной сорт. И, честно говоря, мероприятие очень позитивное. Потому что и сами повара, и сами люди, кто приходят сюда, и сегодняшняя погода, она, конечно, сыграла тоже свою роль. После долгих переговоров первое место отдали Гуламжану Ганиеву. Его ташкентский плов оказался лучшим. Не только победители, все участники фестиваля не остались без внимания. Призами кулинаров отметили этнокультурные центры и предприниматели шумкента. Жанат Токторбай, Константин Супов, Ербал Махашев, информационная служба телекомпании ОТРАР. Субтитры создавал DimaTorzok